Наиболее частый ответ на этот вопрос это ответ на основе математического определения квадрата. Квадрат это прямоугольник, у которого все стороны равны. Вы помните, это со школы. Ну и раз действительно квадрат является частным случаем прямоугольника, то почему бы не унаследовать квадрат от прямоугольника? Давайте возьмем квадрат и унаследуем его от прямоугольника. Однако в этом случае можно представить себе пример кода, который будет работать некорректно. Например, рассмотрим следующую функцию. Это функция, которая получает прямоугольник по ссылке и увеличивает его ширину в два раза. То есть мы вычисляем новую ширину и передаем ее в некоторую функцию setWidth, которая изменяет ширину прямоугольника. Так вот, код, который вызывает эту функцию, ожидает, что данный метод изменит только ширину прямоугольника. Однако, если мы по ссылке на прямоугольник передадим сюда квадрат, метод setWidth у квадрата должен работать так, что при изменении одной стороны изменять вторую. То есть, если мы вызовем этот метод для квадрата, то данный метод повлияет также и на высоту квадрата. Таким образом, мы получим неожиданное поведение, что потенциально приведет к некорректной работе программы. То есть, код, который вызывает эту функцию, не будет ожидать, что вызов данного метода повлияет на высоту прямоугольника. Ну, потому что для прямоугольника непонятно, почему, если мы изменяем ширину, должна измениться высота. Ну, а для квадрата это естественно, потому что нам нужно поддерживать соотношение сторон один к одному. Продолжение следует...